С Мамадыжского тракта сняли запрещающие знаки. Буквально несколько часов назад на автомагистрали проехались первые машины. Там закончили реконструкцию. Участок в 7 километров готовили 4 года. Для автомобилистов выделили сразу 6 полос для движения. Позаботились и о пешеходах вдоль трассы широкие тротуары. Новую дорогу оценила и Наталья Колюшкина. Путь по обновленной дороге под залпами конфетти и объективами телекамер. Сегодня долгожданный участок автомагистрали открыли полностью спустя 4 года строительных работ. Его протяженность больше 7 километров. Потому, чтобы не затруднять движение, дорогу на ремонт перекрывали частями. Эта дорога, она одна из самых востребованных дорог, которая соединяет и Щелуны, и Нижний Камск, и уходит на северную часть нашей республики. Последние годы это было очень серьезно и по аварийности, и по сложности участок, которые сегодня мы довели до логического завершения. Комфортнее на дороге станет и пешеходам. Здесь появились 3 светофора, 4 надземных и подземных перехода. Расширили и тротуары. Теперь они больше 2 метров. Автомобили движутся по 6 полосам. Мы торжественно открываем дорогу, которая является примером совместной работы федеральной власти и субъекта. Это такой пример, который мы должны тиражировать по всей территории Российской Федерации. Строительные работы велись в рамках подготовки к универсиаде. Ожидается, что во время игр по дороге будет перемещаться большой поток машин. Наталья Конечкина, Илья Шорин, Вести, Татарстан.